А знаете, скептики утверждают, будто бы через 40 лет все на земле будут говорить на китайском языке. Так это или нет, поживем увидим. А вот то, что китайская еда уже покорила мир, факт бесспорный. И его еще раз красноречиво своими блюдами может доказать новый шеф-повар китайского ресторана «Восток» Чен Ши Фу. Много имен других ресторанов китайского направления время стерло с карты города. А «Восток» всегда полон людей и сил, точно мифический золотой дракон. И уже 11 лет это заведение дарит киевлянам азиатское спокойствие и столь узнаваемые ароматы китайской кухни. Успех объясняется просто – здесь вкусно. Ну а меню заведения постоянно совершенствуется. Вот и сейчас на ресторанной кухне снова творческое оживление. За спиной Чен Ши Фу 20 лет поварского стажа. И свое вступление в должность шефа он начал с того, что увеличил количество блюд из морепродуктов. А в сопровождение включил даже зеленый чай, ростки которого обжариваются во фритюре вместе с другими овощами. Зато дораду господин Чен не доверяет сильному огню и готовит ее на пару, щадящим нежный вкус рыбы. Да и лишними были бы другие добавки к деликатным бэби-осьминожкам, кроме стручкового гороха и спаржи. Кстати, весьма заметна любовь нового шефа к фруктам, в том числе киви и ананасу, которыми он сопровождает гребешки. Не попробовать это блюдо – значит лишить себя удивительных гастрономических переживаний и не сделать шаг навстречу еще незнакомому Китаю. Обширная империя – огромное разнообразие непохожих блюд. Но как воспроизвести его на маленькой кухне с небольшим штатом? Это всегда огорчало Го Пын Щана, который мечтал как можно полнее воссоздать гастрономическую палитру своей родины. И хорошо, что по соседству есть заведение, тоже озаренное светом китайских фонариков. Все эти годы мандарин пытались сделать для киевлян проводником причудливый мир китайской культуры и кулинарии. Однако мало было собрать этнических китайцев-поваров. Нужна была команда профессионалов высокого класса. И вот, наконец, совместными усилиями рестораны-соседи взялись за реализацию планов. Оранжевое счастье – китайский ресторан «Мандарин» опять вступил в эпоху перемен, разумеется, к лучшему, потому что отныне китайское заведение возглавляет герой китайской кулинарной революции в Украине Го Пын Щан. А он уже привез из Китая группу поваров-виртуозов. В руках шефа Хао Шефу буквально на глазах тыква превращается в птицу-феникс – буддийский символ женского начала – инь. Только она может сбалансировать мужскую энергию янь, что воплощена в рыбе. Ключевое слово здесь – гармония. На ней новый шеф строит блюда, а также их подачу. Поэтому даже обычный пеленгас смотрится на столе как царское блюдо. Почти все китайские рецепты имеют тысячелетнюю историю. Например, доподлинно известно, что автором галяшки под сладким соусом был древний поэт Думпо, потому и блюдо носит его имя. Сам шеф, кажется, тоже склонен к поэзии, если назвал кальмары «плавающая золотая рыбка». Вообще, водные обитатели в мандарине отныне будут активно доказывать свое право на внимание. Креветки с помощью рисово-картофельной стружки. Морские гребешки – благодаря нежному аромату плодов личи, который, как считают в Поднебесной, делает женские лица фарфорово-белыми. В отличие от домашней кухни ресторана «Восток», мандарин будет представлять дворцовое направление – еду высшего сословия Китая. Конечно, новинки составят только 70% в меню и не вытеснят знаковые национальные блюда. Согласись, Панчан, невозможно прийти в китайский ресторан и не увидеть рыбу в кисло-сладком соусе, утку по-пекински, овощи на раскаленном подносе, салат из свиного желудка – это классика. Но и невозможно стоять на месте, располагая безграничным гастрономическим арсеналом. Поэтому меню мандарина почти каждый день будет пополняться новыми разработками, чтобы к главному празднику в китайском календаре ресторан подошел кулинарно преображенным. Если я правильно поняла, официальное, пышное открытие нового мандарина состоится именно в день китайского нового года, 7 февраля, то есть праздник. Да, и тогда еще, кроме китайской кухни, у нас еще будет южно-азиатская кухня, в том числе малайская, индийская, тайская. Но я думаю, что эти блюда вам тоже будут понравиться. Ну, надеемся, что будет все хорошо. Впрочем, перемены уже сейчас дают о себе знать. И к 31 декабря в Мандарине будет уже составлена длинная вереница блюд из разных провинций Китая. А к ней все необходимое для шумного празднования нового года. Уже мы ждем наших клиентов, пусть звонят, заказывают столики. Будет новогодняя программа до 2 часов ночи, потом будет дискотека, тем более, что у нас еще есть дискотека для наших клиентов. Пожалуйста, в диско-клубе проходят от нас. Бесплатная, да. Бесплатная, да. И на столах будут закуски, будут вторые блюди. Я думаю, что людям понравится. Ну, то есть, я уточняю. Средняя стоимость билета новогоднего на человека здесь в ресторане Мандарин, средняя примерно такая же, как и в других киевских ресторанах подобного уровня. И в эту стоимость входит новогодняя программа, ужин новогодний такой полноценный, спиртное и бесплатная дискотека хоть до утра. Хоть до утра. Хоть до следующего дня. Можно до китайского Нового года. Заманчивое предложение, как наполненный солнцем фрукт, что так призывно смотрит на каждого, кто входит или покидает ресторан Мандарин. Вместо больших перемен.